Они победили и обещали вернуться. В районе реки Куя завершился ежегодный окружной военно-патриотический слет «Звезда». В течение недели 28 представителей активной молодежи учились выживать в полевых условиях, готовили на костре, ночевали в палатке и знакомились с основами военного дела. Любовь Пермякова с подробностями. Здесь все как на войне. Никто не предупредит об опасности, неожиданности на каждом шагу. Ночью боевая тревога. Проснуться ночью, конечно. Неожиданно так все. А знания тебе эти, пригодятся навыки? Да. А где? Вот. Ну, в армии, как говорят. Потом вдруг еще в походы пойду там. Игнат Карипанов за неделю пребывания в лагере освоил не только строевые элементы, но и четко действовать в предлагаемых ситуациях. Умение подчиняться дисциплине для многих ребят – это победа над собой. Организаторы приготовили для участников смены массу возможностей проверить себя и большую обучающую программу. Также разборка-сборка оружия, обращение с оружием, огневая подготовка. Ну и базовые какие-то навыки туристические, выживание в лесу, самостоятельное приготовление пищи и так далее. Сегодня дежурный по столовой Андрей Канев. Меню – рассольник. Его Андрей готовит с особым старанием. Угощаться будут не только его друзья, но и гости лагеря. Завтра – последний день. Лагерь завершает свою работу. Конечно. Столько друзей потеряем опять. Целый год опять не увидимся, наверное. А на следующий год планируешь приехать? Обязательно. Непроходимый дождь и холод. Несмотря на этот набор природных явлений, никто из 28 подростков не покинул территорию лагеря. Каждый день по расписанию. Завтрак, занятие, обед, военно-патриотическая подготовка, вечерний костер. Они подружились и поддерживали друг друга во всем. А вообще это, конечно же, воспитание коллективизма. Это хорошая закалка на будущее. Это умение находить себя в любую погоду. На прощание ребята пообещали друг друга вернуться в следующем году. А организаторы думают увеличить количество участников. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, телеканал «Север». Граната!